Представители китайской провинции Луннань часто гости в Гродно. Для них наш город ассоциируется с чистотой, зеленью и, главное, с добрыми и вежливыми людьми. Несколько лет назад китайские делегации приезжали исключительно с официальными визитами и только по экономическим вопросам. Сейчас все изменилось. Два года города-побратимы Гродно и провинции Луннань налаживают культурные связи и стремятся в безбарьерной среде, в языковом и культурном плане. К примеру, в пятой гимназии теперь будут слышны не просто смех детей, но и китайская речь от ее маленьких носителей. 17 учеников из китайской школы с эстетическим уклоном, такой же, как и Гродненская пятая гимназия, приехали ознакомиться с творчеством наших детей. Безупречная игра на музыкальных инструментах, национальных и классических, белорусских хор и поделки с белорусским орнаментом – это увидели ученики восточной страны. К слову, некоторые китайские таланты решили тоже показать, на что они способны. Знакомиться с творческим потенциалом гродненских учеников китайские ребята будут несколько дней. Обе стороны подготовили концерты с национальными элементами. Несмотря на то, что многое ученики Поднебесной еще не видели, они уже сложили свое впечатление о нашей стране и ее культуре. «Мне очень понравилось в вашей стране. Пока я не могу сказать, в чем похожи Беларусь и Китай, или в чем конкретное различие между нашими странами. Несомненно, привлекает природа и, конечно, сами люди. Я бы хотела здесь задержаться подольше и поближе узнать культуру вашей страны». Дипломатические отношения Беларусь и Китай установили 26 лет назад. Все это время усиленно налаживались экономические связи. Сейчас акцент ставят на культуру. Говорят, мало быть просто бизнес-партнерами, нужно еще понимать традиции, обычаи и язык обеих сторон. Это та основа, которая позволяет более тесно работать нашим странам. Главным в этом экспериментальном обучении называют общение между детьми и обмен культурными ценностями. «Мы, наверное, первое учреждение образования, которое подписывает вот такого уровня соглашения. Хотя побратимские связи существуют между городами нашими. Я думаю, то, что экономическая сторона интересна для города, области и для Республики Беларусь – это одно. Но чем больше мы будем знать культуру, другой стороны культуру, друг друга, тем больше, наверное, будет взаимный интерес». Китайский язык в нашей стране тоже набирает популярность. Если раньше родители стремили, чтобы дети с первых классов учили английский, то теперь предпочтение отдают китайскому. В этом году к тому же открылась новая филологическая специальность в Купалском университете, где главный язык – китайский. «Китайский язык лучше было не просто, особенно первые часы, но у других европейских языков эта пирамида развивается на конце. В смысле, как дальше лучше китайский язык, а потом становится легче». Гродненский регион первый всерьез занялся подготовкой таких специалистов. К тому же выпускников лингвистических вузов все чаще нанимают в китайские компании. А Министерство образования нашей страны намерено увеличить число педагогов по языку Поднебесный. В Гродно в этом году впервые в 38-й школе начали изучать китайский не как факультативный, а как обязательный. «У нас в городе с учителями китайского языка мы испытываем кадровый голод, но у нас работают и волонтеры, у нас работают также студенты, которые учатся в нашем университете Янки Купалы. Также мы приглашаем из города Минска преподавателей для преподавания китайского языка. Хотелось бы больше, мы над этим работаем. И вот в частности сегодняшняя делегация, возможно, нам даст возможность не только общения, но общения между учителями и возможность приглашения учителей китайского языка непосредственно в наш город для преподавания в наших учреждениях образования». Уже несколько лет Китай развивается согласно концепции «один пояс, один путь». Восточная страна выстроила довольно перспективное сотрудничество с русскоговорящими странами. Поэтому перевозчики, в совершенстве владеющие языком, незаменимые сотрудники на всех переговорах, причем независимо от того, какой язык является для них родным. Яна Мельниченко, Дмитрий Пастернак, Новости Гродно+.